В Перме впервые издан уникальный образец древнерусской литературы, сборник проповедей под названием «Статиры» написан священником Усольского района в 17 веке. Долгое время рукопись была известна только узкому кругу ученых, хотя попытки явить книгу народу предпринимались на протяжении 300 лет неоднократно. Когда благоволишь святые книги читать, то не откажись принять в десятиструнные длани и сию книгу убогого труда моего. Так начинает свой сборник из 165 проповедей крепостной в четвертом поколении из орла городка Потап Прокопьевич и Гольничников. Около двухсот лет рукопись хранилась в библиотеке Строгановых, затем в Румянцевском музее и лишь в 20 веке попала в библиотеку имени Ленина. Ее пытались издать Адоевский, священники Иоанн Яхонтов и Павел Алексеев. Последний положил на статир всю жизнь. Больше десяти лет он мотался по сталинским лагерям, но закончил перевод рукописи. Его работа попала руководителю комиссии по наследию репрессированных писателей. Перевод Алексеева, к сожалению, был подстрочником. То есть он литератором не был. И вот это вот яркое, живое, совершенно художественное слово отца Потапа, оно гасло в этом подстрочнике. Вот гасло. И моей задачей было дать эквивалент художественного слова отца Потапа. Сначала поэт и прозаик Виталий Шенталинский написал повесть об отце Потапе. В прошлом году писатель впервые посетил Усолье и Орел-городок. Доказал руководителю района, что статир уникальное литературное произведение и памятник истории, который необходимо издать. И взялся за перевод. Произведение 17 века оказалось невероятно актуальным. Пьянство, блудонеистовство, лихаимство, насилие, воровство, кощунство, слова смехотворные и другие бесчисленные злобы. Хоть мы и не кланяемся идолам, но греху всячески служим. Не о нас, не с вами это сказано. Каждая проповедь отца Потапа начинается с евангельских сюжетов, а затем переходит к земным реалиям. Для 17 века это было открытием, когда священник заговорил с народом о реальной жизни на понятном всем языке. Поэтому статир не только отражение богословской и философской мысли, но и уклада образа жизни людей того времени. Здесь есть самое древнее описание, например, соляных промыслов. Как в гиене огненной, он говорит, работали люди. Как они проворачивали эту землю, как они добывали рассол. И не только это, он описывает нравы. Это не только боговдохновенная книга, философская, но во многом публицистическая книга, историческая. Ученым еще предстоит сделать множество открытий. И на основе текста статира, и по поводу самой личности автора. По одной из версий, прежде чем пойти в Пыскарский монастырь и стать священником, он был атаманом у стенки Разина. Павел Алексеев утверждает, что приближенный мятежник Аилька Иванов и отец Потап – одно лицо. Он очень много говорит о справедливости, о правде, о неравенстве. У него просто вот голос трибуна народного вождя. Это явно, да, в его книге. Но был ли он на самом деле атаманом с стенки Разина? Это еще предстоит выяснить, как и то, что связывало отца Потапа с Григорием Строгановым. Молодой наследник огромного состояния почему-то выделил священнику приход в Орле-городке и всячески благоприятствовал написанию книги. Мечтатель откроет, скажет, да это же живые люди, посмотрите на них. Да сколько чувств, сколько нервов, сколько переживаний, да сколько сострадания, да сколько усилий. И вот статир наконец увидел свет. Но это еще не полное собрание проповедей, а разные переводы некоторых из них. И труды, посвященные книге и ее автору. Вскоре в Орле-городке откроют памятник отцу Потапу с его же изречением. О человек, познай свое достоинство, которое, надеется автор издания, станет девизом современной России. Ольга Сарычева, Антон Кишкин, Частик.